Сегодня ночью в Лабадангах произошел пожар. Звонок о возгорании поступил на пульт пожарной части в три часа. Буквально за три минуты пожарные прибыли на место происшествия и приступили не только к ликвидации возгорания, но и спасению жильцов, которые находились в горящей квартире. Все подробности ночного происшествия у Татьяны Швец. В результате пожара, который возник прямо в центре квартиры, жильцы оказались отрезаны от путей эвакуации. Чтобы спасти, жители пожарные были вынуждены спасать их прямо через открытое окно. Еще при приближении к дому пожарные заметили темные клубы дыма, а в воздухе уже чувствовался едкий запах плавящихся потолочных плиток. Жильцы, которые оказались запертыми огнем в одной из комнат горящей квартиры, могли задохнуться от заполняющего помещения смога. Единственный вариант спастись от огня от удушья – прыгнуть на улицу прямо со второго этажа из окна кухни. Однако среди потерпевших были дети младшего школьного возраста. Выбраться им помогли спасатели пожарной части, которые прибыли на место происшествия уже через три минуты после поступления тревожного сигнала. При подъезде было видно, что люди с квартиры 10 просят о помощи с окна. В результате чего была подана трехколенная лестница, автолестница для эвакуации жильцов с этой квартиры. Силами личного состава было спасено 6 человек, из них двое детей. На серый момент с соседями напротив лично знаком не был. Говорит, что квартиру они снимали. Около трех ночи сначала услышал необычный треск, а посмотрел в дверной глазок, сразу оценил всю серьезность ситуации и вызвал пожарных. В глазок смотрю, оттуда огонь, дверь открыл, смотрю, потом начали кричать, горит, горит. Ну, он вызывал пожарников, а я все, что документы выкинул в окно. Потом смотрю, девушка стоит в балконе, ну, с этой квартиры. Он кричит, мои дети там, я уже начал водой поливать, пока пожарники, вот эти, горела вот дверь, вверх там. А муж стоял там, я говорю, дети целые, да, целые, они там уже стояли. А потом пожарники быстро приехали, молодцы, и реагировали быстро. Через несколько минут после спасения с детьми их матери уже работал психолог Лыбатнанского гарнизона пожарной охраны. Взрослым, которые получили незначительные термические ожоги, сотрудники скорой помощи оказали медицинскую помощь. А управляющая компания ЖКХ «Ямал» восстановила работу отопительной системы. В результате пожара от огня сильно пострадала одна из квартир. Нижние жилые помещения оказались затопленной водой. Погорельцев в эту же ночь сотрудники управления ЖКХ определили в квартиру маневренного жилого фонда. Людям было предоставлено в авральном режиме в ночное время жилье под временное расселение, обеспечено всем необходимым горячим питанием, частично где-то мебелью, БУ, вещами всем необходимым. В дальнейшем планируем произвести работы по очистке жилых помещений, по очистке мест общего пользования от сгоревших стройматериалов и всей этой гари. Сегодня с утра на месте пожара работали электрики, которые восстановили подачу электроэнергии в остальные квартиры, а также дознаватели отдела надзорной деятельности. Они должны установить причину виновных в этом пожаре.